всем привет у нас отличные новости с утра позвонили из больницы сказали что и джунчика сегодня выпишут мы можем забирать его ехать получается выписываемся на третий день сказали что все показатели у него сейчас в норме это отличные новости потому что я очень переживала за него хотя вчера я когда я ходила к нему в больницу два раза вечером он уже был таким беленьким беленьким я очень рада вы даже не представляете себе как еще раз его мои мальчики скоро снова будут все вместе старших детей ненадолго оставили у бабушки сейчас приехали в больницу будем наконец-то запирать джунчика такая парковка узкая хочу вчера я припарковалась на другой парковки на сегодня так как суббота она не работает а вот по такому узкому проходу я бы точно не проехала для выписки нам сказали взять автокресло без него сказали не выпишут на пакетах я не хочу я не хочу пакетах джунчика Субтитры делал DimaTorzok Вдохновение Вдохновение Тихо 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 Субтитры сделал DimaTorzok Покормила я джунчика, уложила его спать, надеюсь он проспит как минимум часик, не просыпаюсь, оставляю его с мужем, а сама пойду со старшими детками, нам нужно сходить в парикмахерскую, дети обросли, нужно их подстричь. Сходили мы в парикмахерскую, людей там много, сказали прийти чуть попозже. Дети в итоге сходили в парикмахерскую без меня, проснулся джун, начал плакать, я его начала кормить, а этот процесс занимает как минимум полчаса. В этот момент к нам пришла сестра мужа старшая, средняя по старшеству, и предложила сводить детей в парикмахерскую вместо меня. Они пошли, подстриглись, и сейчас я покажу вам как они выглядят новой стрижкой. Какой ты у меня красивый, подстригся, искупалась, волосы пока еще мокрые, а сбоку как выглядит, сбоку покажи, сбоку повернись вот так вот головой сюда, молодец. Все, теперь жарко не будет, да? А Элька? Элька тоже подстригся одинаково. Ну что такое, сына? Элька difficulties Элька ира нельзя драться ир а там ир ир а Кого нельзя бить? Маму нельзя бить? Сказала, что нельзя маму бить машинкой. До этого мне этой машинкой прилетело по лесу. И сейчас, кажется, нашему папе тоже прилетит. На ужин заказали роллы из стеки Цуши. Мне посоветовала подруга. На вкус очень похожа на наши роллы, которые делают в России. Теперь мы всегда заказываем только там. Живет, детишек, спать. Молодец у нас тоже покушал. Вкусненько. Я сейчас держу его, чтобы он впустил отрывку. Ой, какой сладкий мальчик. Вот вы, скорее всего, сейчас подумаете, что я сумасшедшая, но... Вот я смотрю на него, смотрю на своих детей, как они между собой взаимодействуют. Знаете, я бы еще родила доченьку. Возможно. Не знаю. Муж сказал, хватит, останавливаемся на третьем ребенке. Я у него, кстати, сейчас чуть позже интервью снова возьму. Спрошу у него, как ему быть в роли многодетного отца. Спрошу, хочет ли он еще детей. Потому что, блин, я... Вы просто посмотрите на это чудо. Возможно, через лет пять. А может быть и раньше. А может быть... Нет. Посмотрим, как пойдут дела. Я бы еще родила доченьку. Вообще, мы с мужем хотели посмотреть драмку. Но у Ижунчика были свои планы на этом. Вот как радость, что он теперь снова с нами. Ёбом. Сейчас начнем с Síванки. Который удар на нем повоз ma visited. 現在 можно уб из перестанков. Никогда не прос burn... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Они вместе спят дальше. Либо же он дает ему молоко, и Елька выпьет свою бутылочку молока и засыпает. У него бывает редко такое, что он проснется, и там еще какое-то время долго не спит. Бывает, конечно, если он ложится спать рано. Но обычно у нас такой режим, что мы ложимся все поздно. Дети наши ложатся поздно. Хотя нам бы стоило бы режим поменять. Но пока что так. Я не знаю, слышите ли вы храп, который доносится из соседней комнаты? Муж пошел спать, не прошло и пяти минут, все, он вырубился. Вот бы мне так засыпать, хотя сейчас я тоже так же засыпаю. Во время беременности у меня была дикая бессонница. Я не могла спать ночью. Очень долго ворочалась туда-сюда, туда-сюда, искала нужную позу для того, чтобы уснуть. И потом просыпалась, чтобы сходить в туалет. В общем, думаю, что каждая беременяжка меня поняла сейчас. Всю эту боль ночных снов на поздних сроках, когда бессонница, постоянно ты просыпаешься в туалет. И так без конца и края. Насчет комментария мужа по поводу работы. Он говорит все равно, ты пока что дома сидишь с Джуном и не выходишь из дома. Мы выходим с ним только в больницу. Иногда на работу к маме. И то она нам сказала, не приходите, сидите дома. Все потому, что в Корее 100 дней. Первый ребенка. Нужно сидеть дома. Не контактировать с людьми. И как бы маме восстанавливается. Малыш должен окрепнуть уже потом и выходить в люди. Все связано с тем, что в Корее раньше была высокая смертность среди младенцев. Поэтому до сих пор эти правила чтят, соблюдают. Я как бы живу в Корее, поэтому я принимаю их традиции. Конечно же, хочется выйти, погулять с малышом. Смотришь еще на мамочек в Инстаграме. И видишь, как они гуляют с детьми, которым там неделя всего. А мы только по больницам максимум ездили. Да и все. Ну, еще мы поедем на фотосессию. Я уже забронировала нам местечко на съемку Newborn. Также у нас будет съемка 50 дней после рождения. А так до 100 дней будем сидеть дома. Скорее всего. Может быть и нет. В общем, надеюсь, что мы выйдем раньше. Потому что с Элем, когда в прошлый раз я родила Эля, я с ума сходила дома. Реально, муж работал все время. Я с малышом одна в четырех стенах. Не выйти никуда, ничего. Первые две недели мы находились в Черевоне. Еще две недели у нас была помощница. Первый месяц его жизни мы провели таким вот образом. Но потом еще два месяца я была с ним один на один. Было тяжело, на самом деле. Он еще ночью не спал вообще. Ну, а потом 100 дней прошли. Мы начали выходить. Хотя мы, кажется, выходили еще до 100 дней. Пару раз. Всего лишь. В этот раз не хочется сидеть дома. Вот реально. Иногда с четырех стенах просто с ума начинаешь сходить. Муж говорит, вот пока 100 дней не пройдут, давай я все время буду работать. Работать, 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 чтобы потом мы могли всей семьей куда-нибудь поехать, отдохнуть. Чтобы я развеялась. Он знает, что я не люблю сидеть дома, что я не совсем домашний человек в плане Я люблю выходить, прогуляться. Мне не нужны всякие тусовки и так далее. Но я люблю гулять. Я люблю ходить много, гулять много. Именно пешком. Либо же ездить куда-нибудь в красивые места. Из-за того, что сейчас у меня нет такой возможности, я уже потихоньку начинаю мужу на мозге капать, что вот давай сходим хотя бы в магазин вместе продуктовый с Джуном. Он говорит, нет, он еще маленький. Люди будут косо смотреть, что мы с таким маленьким малышом шатаемся. Так что, такие вот дела у нас. На этом я, пожалуй, завершу видео. Если у вас есть какие-то вопросы касаемо нашей семьи, корейской культуры, вот таких вот обычаев у корейцев, пишите в комментариях. Я обязательно на все отвечу. И, возможно, даже сниму видео вопрос-ответ. Так что, нам уже пора спать. И вот все с вами в следующем видео. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я постараюсь выложить его на YouTube уже в ближайшее время. Классно спинтировать. Всем спокойной ночи. Субтитры сделал DimaTorzok. Спасибо.